Рождественский праздник И теперь на каждом утреннем богослужении читаются и произносятся вот эти удивительные слова, потому что эти слова, о чем они говорят? Что Рождество Христово — это не только радость нашего земного мира, потому что сам Господь здесь явился, но это и ликование мира ангелов, и ангелы теперь становятся ближе к нам, к людям. Вот когда-то в Ветхом Завете праотцу Иакову было дано увидеть лестницу, простиравшуюся до небес. Это известное видение лестницы Иакова. И вот праотец Иаков, который сам еще не ожидал, что ему будет что-то открыто, вот он созерцает видение, как по этой лестнице ангелы Божии восходят и нисходят, а наверху утверждается сам Господь. И вот это видение исполнилось именно с Рождеством Христовым. И Спаситель говорит своим первым ученикам, мы узнаем это из Евангелия от Иоанна, он говорит им, «Отныне увидите отверстыми небеса и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». То есть, наконец-то небеса отверсты, и ангелы Божии теперь являются тоже здесь, на земле. Вот это совсем не одно и то же, то, что было в Ветхом Завете, и как ангелы являли себя людям, и в Новом Завете. Потому что в Ветхом Завете ангелы приставали больше вот как такая грозная сила. Херувим с пламенным мечом охраняет двери затворенного рая, когда люди уже оттуда изгнаны, и нет людям туда доступа. Ангелы являются как грозные исполнители воли Божией. Один ангел поражает 185 тысяч воинов ассирийского захватнического войска, которое осадило Иерусалим. За одну ночь столько было наказано воинов. Конечно, иногда мы видим, что вот ангелы предстают в видении пророкам, как Исаия созерцает Серафимов, и как они воспевают свят-свят-свят Господь Саваоф, полна вся земля славы Его. Но, собственно, вот такого вот ангельского ликования и какой-то вот ангельской радости, дарованной людям, в Ветхом Завете мы не встретим. То есть там больше строгости. И вот даже когда архангел Гавриил является Захарией, отцу святого Иоанна Претечь, он тоже являет в эту строгость и наказывает Захарию немотой за то, что он не поверил. Совсем другое дело, когда в наш мир приходит Творец ангелов, то есть Господь Иисус Христос. Он Сын Божий, поэтому Он, как и Бог Отец, и как Святой Дух, Творец всего мира, видимого и невидимого, земли и неба, ангелов и людей. И ангелы радуются явлению света в мире земном, потому что небо и земля соединились, и ангелы, как служители неба, высылают Господу уже вот эту удивительную хвалу. И начиная с Рождества Христова, мы часто в истории встречаем такие вот случаи, когда людям открывается ангельское пение. Так, в частности, святой Игнатий Богоносец, один из первых христианских епископов, он принял мученическую смерть в 107 году. Ему было дано созерцать видения ангельские хоры, которые в антифонах, то есть попеременно, как бы двалика, воспевали в своих песнопениях Пресвятую Троицу. Мы знаем, что есть такое предание о землетрясении в Константинополе, когда вот некий мальчик тоже в особом видении был восхищен и созерцал, как на небесах ангелы воспевают святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные. И когда вот люди узнали про эту ангельскую песнь Тресвятую, то они добавили «помилуй нас», и землетрясение прекратилось. Таково древнее предание. И вот сквозь века проносится очень много случаев, и время от времени даже в наши дни встречаются такие интересные примеры из жизни, когда люди тоже сподобляются ангельского пения, потому что с Рождества Христова ангельский мир стал открываться чистым и праведным сердцам. Вот я в Николу-Грешском монастыре долгое время преподавал семинарии и совершал служение, и главный святой Николу-Грешской обители, преподобный Пимен-Грешский, он как раз в XIX веке смог духовно возродить обитель. И когда он приехал в Николу-Грешский монастырь в 1834 году, то, проходя мимо храма, он услышал пение, которое идет от Успенского храма, а при этом в храме никакого богослужения не совершалось. И вот такое было видение дано преподобному Пимену. А когда он уже приставился, он был похоронен внутри Николу-Грешского монастыря, то прошло много лет, и в конце 90-х годов одна очень престарелая бабушка, которая проживала на территории обители, потому что некоторые здания принадлежали еще городу, и там жили простые люди. Имя ее Ольга Ивановна Жукова. Ей было уже за 90 лет. И получилось так, что уже монахов стали заселять, и за стеной у нее, рядом с ней, как бы соседом стал, получается, жил будущий наместник Николу-Грешского монастыря, игумен Варфоломей. И вот эта вот бабушка, готовясь к смерти, она сама удивлялась и говорила, что вот моя смерть заблудилась. Она пригласила отца Варфоломея пособоровать ее, исповедовалась и причастила святых тайн. И вот именно она рассказала, что, будучи маленькой девочкой, когда она ходила по обители, то несколько раз, когда она была на могиле преподобного Пимена Угрешска, а он еще не был прославлен и канонизирован, то она слышала там какое-то удивительное пение, рассказывала об этом взрослым. Но те отмахивались от нее, как от простого ребенка, которую может непонятно что рассказывать. И вот ее рассказ, вот этой простой женщины, он тоже лег, стал одним из таких вот значимых событий, который послужил тоже канонизацией преподобного Пимена Угрешского. И на месте захоронения преподобного Пимена, там были обретены его мощи, и именно там сейчас стоит храм, посвященный преподобному Пимену. А как мы знаем, в каждом храме непременно присутствуют ангелы, и они тоже воспевают Господа вместе с нами за богослужением. И, как и мы, во время вот таких молитвословий ангелы продолжают воспевать «Славы Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Конечно, ангельское пение, вот оно не поддается какой-то технической аудио- или видеозаписи. Поэтому остережемся тех иной раз вот таких вот пропагандистских, встречающихся в интернете, ну, как бы примеров, когда якобы демонстрируется нам записанная звукозапись, аудиозапись, пение ангелов, потому что ангельское пение — это всё-таки не телесное пение, это не колебание звуков. Ангелы выше нашего телесного естества, и поэтому невозможно с помощью каких-то земных средств зафиксировать их пение. Оно открывается только в определенных случаях людям, которые даже сами, может быть, того не ожидают, но смиряются и своей душой восходят ко Господу. И очень часто именно в храме такое открывается. Вот как тоже один знакомый священник, святки, он рассказывал, что когда был он 15-летним юношей, и умер его духовник. И вот духовник был очень праведной жизнью, тело его находилось в храме три дня, и когда к храму подходили люди, и некоторые из них, и вот в том числе и он, его имя Николай, слышали, что как будто в храме кто-то поёт. Но когда заходили в храм, то оказывалось, что никого там нет, и таким образом открывалось, что это не люди пели, это ангелы воспевали Господа, потому что ангелы всегда присутствуют в храме. И это говорит нам о чём? О том, что всегда рядом с нами есть наши небесные покровители. И с Рождеством Христовым небо явилось на земле. И, собственно, Божий храм — это и есть царствие Божие, которое дано нам здесь и сейчас. Но воспринять это Божие царство мы можем только очищенным сердцем. И вот такая вот чуткая чистая душа становится способной воспринимать не только ангельское пение, а прежде всего ангельскую жизнь. Ангельская жизнь и открыта нам, родившимся Господом. Вот даруй всем нам Господь иметь сердце чистое, душу искренней, отзывчивой и доброй. Конечно, наша цель не в том, чтобы слышать ангельское пение, а в том, чтобы по завершении земного пути быть вместе с ангелами и вместе с ними уже на небесах воспевать Господа этими известными словами, открытыми нам в Евангелии, «Славы Вышних Богу и на земле мир, в человеческих благоволением». Храни вас Господь, дорогие братья и сестры, с праздником вас, с Рождеством Христовым! Аминь. Аминь. Продолжение следует...